А то, что произошло накануне, на выходных, особенно в воскресенье, это, конечно, даже, я не знаю, ну теракт, понятное дело, Севастополь, но я хочу начать с Дербента и Махачкалы. Ну что, начинают взрывать или продолжают потихоньку взрывать Северный Кавказ? Продолжают, и не только Северный Кавказ. Я в многих регионах разные тенденции вижу, очень неприятные. Ну, в Дагестане, да. Дагестан управляется клановым образом, как он и раньше управлялся. Ну вот здесь вот, да, как раз. Владимир Абулиевич Васильев их прижал немножко, немножко их поприжали в следующем направлении, но этот самый глава Серга-Калинского района, которого был сын и племянник, в 18-м году, в 18-м году дагестанцы в местных медиа писали о том, что он связан с экстремистами. Так. А в результате, поскольку он видный деятель Единой России, он выиграл все суды у них, пришлось платить штрафы и так далее, и так далее. Как это принято? Ну вот, прошло 6 лет, и он по-прежнему никак не связан с экстремистами, как мы хорошо понимаем. Не в малейшей степени. Как я понимаю, там сейчас реально начинают возникать угрозы. Я же там по улицам хожу, с людьми разговариваю, молодежь ко мне некоторая подходит поговорить. На стенах там в Зербенте АУЕ написано. В Махачкале я видел в январе прошлого года в центре города было написано «Халифат». Никто особенно не напрягался по этому поводу. Потом, правда, закрасили, без моей помощи сами закрасили, но тем не менее. Вот, что там идет реальное противостояние светской религиозной власти. Религиозной, как я понимаю, не официальной, а теневой, экстремистской. Понятно, что горы, понятно, что в горах закона нет. По крайней мере, светского закона, по крайней мере, официального закона. Как это официальный закон работает, мы по всей России видим. Так что, в общем, удивляться здесь особо нечего. Но и в крупных городах, с одной стороны, безработица, с другой стороны, ощущение, что нам должны, все должны, все. Вот, и мысль о том, что Дагестан должен отделиться со времен Чеченской катастрофы, уже поколение сменилось. Потому что люди-то помнили, что бывает, если от России отделиться, пытаться отделиться. Как это бывает? Это же соседи, все рядышком. Сейчас Чечня отстроилась, сказать, что тебе Эмираты, по крайней мере, если по центральным улицам ездить, не по окраинам ходить. Да, да, я слышал про то, что по центру все хорошо. А по центру все замечательно. Ну, тоже не все замечательно, потому что, как бы, не везде стоит ходить и даже ездить. Но, тем не менее, для туристов замечательно. Рай. Вот. И вполне возникает ощущение, что сейчас надо жить на основе шариата. Надо от этой... Если мы от этой России отделимся, то, соответственно, мы будем получать значительно больше денег от этой России в виде Дания. Все будет хорошо. Такие настроения, впрямую, мне, естественно, не высказываются, не высказывались. Но, так сказать, по ощущениям они иногда чувствуются в воздухе. Чувствуются. А как вы думаете, кто за этим стоит? Вот вообще, сейчас не про Амарова, а вот кто там глобальнее? Исходно, исходно политический ислам – это английский проект. Англия, Англия, да. Великий Туран – это английский проект, политический ислам – это английский проект. И в этом отношении, что в Париже, что в Берлине, что в Москве, примерно все одинаково, по одинаковым лекалам все развивается. Ну, в этом отношении нашей бюрократии, как я понимаю, по-прежнему остается неотъемлемой частью европейской, простите, господи, цивилизации. По счастью, завозы сюда новых миллионов и десятков миллионов людей, которые не просто не могут, а категорически не хотят интегрироваться. Мысль о том, что государства, в которых с исламским населением, с мусульманским населением, как Таджикистан, Узбекистан, та же самая Франция, скажем, никабы запрещают. Ну, сейчас зайдите в детский мир. Здесь. У нас в детском мире сидят, так сказать, в никабах, не покрытые, не в платках, потому что у нас в деревнях тоже платочки, это нормально. А вот эти вот, взорвет он себя, пока вы будете пробивать чек, или он, так сказать, пропустит, или это вообще женщина там сидит, это непонятно. Так что, если поощрять терроризм на уровне государственной политики, а это производит именно такое впечатление, конечно, он будет развиваться. Конечно, он будет развиваться. И если не исполняет законы, вы говорите, ребята, о, вы устроили погром в аэропорту, ну ладно, ну ничего, ну как-нибудь рассосится само собой. Так это будет не погром, это будет теракт. Будут убивать людей, будут религиозные здания сжечь, церкви, синагоги, все понятно. Михаил Геннадьевич, вот если вы не наказываетесь за нарушение закона, вы тем самым поощряете нарушение закона. А если вы поощряете нарушение закона, вы занимаетесь антигосударственными деятелями. И это претензия, простите, и это претензия не к террористам. Нет, нет, как раз там-то все понятно. Террористы все понятно, у них есть дело, у них есть работа, у них есть цель, они это реализуют, здесь все понятно, все просто и все прозрачно. Так, ну слушайте, понимаете, это же специально подготовленная группа, у которых все было в порядке с тактикой ведения уличного боя. Их специально тренировали. И где тренировали? Уличному бою в горах вы тренировать не сможете. Это или в городе, или полигон. Полигон какой-то, да. Полигон где? В горах полигонов нет. В какой стране был полигон? В Турции? На Украине? Где? А это означает просто, где разведка? Да, там ФСБ отчитывается о регулярно предотвращаемых терактах. Вот вам Крокус, пожалуйста. Рассказывали их, вели, чтобы они, значит, успели со всеми поговорить. Ну, как бы, спрашиваю МВД, а где было ваше отделение в Паушин? Он тоже, наверное, который в том же здании Крокус-Сити расположен. Он тоже, наверное, обеспечивал полную свободу террористам, чтобы им было с кем поговорить. Как это понимать? А, ничего, забудьте. А забудьте, а то мы вас самих в экстремисты запишем. За такие вопросы. Ну, классно, ребята. Классно. Следствие будет длиться до победы коммунизма. Или, так сказать, до построения халифата. Правильно я понимаю? Потому что у нас идет поощрение экстремизма. А все эти марши по Москве, когда ходили на Вальнято с воплями «мы здесь власть», их разгоняли. Когда те же самые религиозные манифестации, та же самая демонстрация «мы здесь власть, а вы здесь никто». У нас уже придворные политологи пишут о том, что по всей стране устраивают, ну, во многих местах стране устраивают акции. Когда идет группа женщин в Никабе, и, значит, группировка боевиков, этих не скрывающихся, демонстративно идет, типа охраняя. Ну, кто здесь? А мы всех замочим. И дядя Турал порешает. Вы уже еще и сядете, как экстремисты. Русские фашисты, проклятые, вздумали же в России жить. Это происходит достаточно широко по стране. Власть на чьей стороне? А власть принадлежит этническим преступным группировкам. Как показала история с Крокусом. Вернее, как показывает историю с Крокусом. Ну, а вот эта ситуация в СИЗО Ростова-на-Дону неделю назад. То же самое. Сидели с бородами, говорят, что даже по закону и по условиям нельзя с бородой быть. Ты должен быть бритым. А бритым, так сказать. Конечно, причем это сугубо медицинское факт, что иначе в ши. Ну, в ши, иначе должен быть бритым. Или коротко стрижено. Пока я не говорила сейчас либерализация. Но все для экстремистов. Все для экстремистов. Понимаете, все двери, пожалуйста. У нас скоро на теологических факультетах ваххабизм начнут учить. Надеюсь, что это все-таки не случится. Ну, а почему нет? Приобщая тенденция. А если вы хотите в России жить русским, вы шовинист, вы проклятый. Ну, пожалуйста, история из жизни. Русский философ Кирилл Мямлин. Ну, просто философ. Он прочитал в интернете, что, значит, американский, по-моему, сенатор, или американский конгрессмен Раскин, значит, потребовал уничтожить Россию, причем любой ценой, причем как носителя традиционных ценностей. Мямлин этому возмутился. Сейчас все уголовное дело, это преступление. Будут философы, которые считают, что Россия имеет право на существование, за это судить в конечном итоге. И сажать его будут. Или там условный срок дадут, если повезет. Это реальность. Это реальность. А разговор там, русские свиньи, в лучшем случае, условный срок, да и никто ничего не докажет, а дядя Турал все порешает. А даже если вышлют из страны, ну, так он паспорт, заменит две буквы в паспорте и завтра вернет. Ну, там, кого-то дактилоскопируют, так он через границу, где нет, так сказать, контроля проедет. Михаил Геннадьевич, мы с вами очень часто в эфирах говорим о том, вот у вас один из ваших, так сказать, излюбленных, ну, наверное, мемов, которые вы сами придумали, это «Москва-бат». Это не я придумал. Понимаете, я с людьми общаюсь. И фраза «Мы живем в Москве или в Москвобаде», она уже лет пять актуальна. Ну, да, я помню, что она давно появилась в обиходе. Это не я придумал. Понимаете, я не Шекспир, не Пушкин, даже не Жриновский, чтобы слова придумать, не Вейлер, иноагент, прости господи. Люди смотрят на улицы, которые просто сменил, сменился состав людей, которые ходят по улицам в Москве. Просто сменился, даже я в центре это вижу. Там Котельниках, Западная Берлёва и прочие замечательные места. Нет, я просто к чему. Вот мы говорим о законе, о том, что в Госдуме принимаются законы. У меня такой вопрос, опять же, как у обывателя. А когда-нибудь в России законы, в общем-то, исполнялись? И обычными людьми, а самое главное – руководство. Открою большой секрет, что завоз всех этих гастарбайтеров, его кармливание у них осуществляется по законам, принятым в «Единой России». И люди, не способные выговорить слово «мультикультурализм», орут его просто и кричат, что нельзя допустить того, чтобы Россию перестали смывать в унитаз истории потоком этих мигрантов. По законам всё делается. А соотечественники, да, он должен сдать экзамен, он спокойно покупает, и всё у него хорошо. А если человек с русским языком приходит туда же, его гонят пинками. Это единая Россия. Да, есть практика правоприменения, есть политика, но есть те законы, которые написаны специально для этого. Сложно ввести визовый режим с государствами, в которых случилась социальная катастрофа? Что сложно запретить одежду, которая является прикрытием для террористов? Ну, это же опять запреты, нельзя запрещать. Скоро русских запретят в России. У меня такое ощущение возникает. Носители русской культуры просто запретят, потому что, ну, а что они возбуждают ненависть в своем существовании? Путаются под ногами у хозяев жизни. То есть, получается, что выход-то какой? Выхода нету? Или оздоровление государства, или государство развалится на реальную, как бы реальная власть, но теневая станет реальной и публичной. Но, судя по всему, оздоровление особенно... Власть этнических мафий станет публично, они себя оформят на тех или иных кусках России. Это все английские планы, там они ее называют деколонизацией. Ну, просто они никаким языком не владеют, они там тоже дичают очень сильно. Но смысл в этом развалить крупное государственное образование. Что, как эта тенденция, она с конца XVIII века не меняется. Стратегия. Если есть большое образование, которое объединяет разные народы, нужно разницу между народами довести до абсурда, до максимума, поссорить эти народы, потом разорвать это большое объединение, чтобы управлять снаружи. Большим количеством мелких анклавов. Не обязательно даже национальных. Все это по-плохому. Дальше, если удастся оздоровить власть, как ее удастся оздоровить? По-хорошему или по-плохому? По-плохому, ну, это... Это кровавое что-то должно быть. Если власть сам... Понимаете, если власть не исполняет своих обязанностей, то дело кончается большой кровью. Я вчера опубликовал даже пост, цена куколдизма – это кровь. Но если вся государственная политика заключается в поощрении наших убийц, ну, не вся, конечно, но заметная часть этой политики осуществляется в поощрении наших убийц, что это можно сказать? Они даже террористов из главного управления разведки Украины не способны признать террористами. Пишут, ребята, я пишу, ребята, давайте признаете террористов террористами. Гражданин-депутат за российское законодательство запрещает признавать террористов террористами, если они являются сотрудниками органов государственной службы. Если они запрещают признавать террористами, террористическими организациями органов государственного управления. Я переворачиваю законы, нет там такого. Что, господа, ну, напишите, какой закон изменить, так мы его изменим. Мы для этого и существуем, чтобы менять законы. Ничего не знаем, мы вам уже все сказали. Отвяжитесь. Пожалуйста. Это главный, это генеральная прокуратура, наиболее вменяемый орган госуправления Российской Федерации. Ну, один из наиболее вменяемых. Администрация президента, там ФСБ, еще парочка. И генеральный прокурат. Вот, пожалуйста. Михаил Геннадьевич, а вот хорошо, если еще упомянуть вчерашний еще один чудовищный террорист, террорист тоже на юге, но немножко в другой стороне, Севастополь, конечно. Да, значит, сразу у нас было три трагических события. Выяснилось, что в Абхазии это не теракт. В Абхазии это процесс хозяйственного регулирования спорных вопросов. Там из-за куска земли хотели убить одного бизнесмена, в результате стреляли в другого бизнесмена, убили третьего совершенно неиноватого человека, еще людей поранили. Возникает вопрос, а вообще говоря, государство Абхазии существует на наши деньги и благодаря нашей стратегической поддержке. Вот это еще раз, наглядная иллюстрация, наглядная иллюстрация вменяемости российского госуправления. Дорогу построить можно, хорошую дорогу, молодцы. А как бы нормализовать всю жизнь, ну, вот еще. Ну, так это же работа с людьми, а это самое сложное. Тут, ну, не буду уж цитировать враждебные телеграм-каналы. Да уж, они и так сами себя процедуруют. А то у нас тут обвинили одного государственного служащего, что он в Дагестане брал взятки все время. Какая новость? Из силовой структуры. А государственный служащий из силовой структуры говорит, ребят, я ничего прокомментировать не могу, потому что я в Дагестане все время беспробудный пил и ничего не помню. Искренне. Молодец. Хорошо выкрутился. А я думаю, что он не выиграл, потому что он правду сказал. Как это? К вопросу о борьбе с терроризмом. Ну, да. Так вот, Украина нанесла удар по гражданской инфраструктуре, понятно, по пляжу, американскими ракетами, это все ясно. И опять, в тот же день, сразу же, по горячим следам, украинские паблики объяснили, как это делается. Что установки по запуску ракет атакам, устанавливаются в сухогрузе, сухогруз выходит в море, осуществляет пуски, спокойно возвращается обратно. Все это дело управляется американским самолетом, называется разведчик, на самом деле самолет-наводчик. Почему по Черному морю что-то плавает вдоль Украины, кроме военных судов, я не понимаю. Сейчас, соответственно, украинские безэкипажные катера, дроны морские, начали минировать наши, так сказать, воды вдоль Крыма, что нельзя было плавать. Пожалуйста, вот сынок у колдизма. Вы позволили, зерновая сделка закончилась, а суда как плавали, так и плавают, насколько я могу судить. Еще они не тонут. Судно из украинского порта или украинский порт может плавать, с моей точки зрения. Никаких проблем. Но оно имеет право плавать не по горизонтали, исключительно по вертикали. И в одну сторону. Все. Судно вышло, судно утонуло. Забудьте. Должно быть железное, правило? Нет. Я предлагал на МИДе золотом выбить в качестве основного лозунга. Я не такая, я жду трамвая. Но как-то не поддержали, товарищи. Нет, я просто к чему. Опять официальные источники говорят о том, что уже несколько выступлений было официальных лиц, что это не останется безнаказанным. Да, да, да. Уже, знаете, уже мы не просто выражаем озабоченность. Мы от выражения озабоченности перешли к выражению глубокой озабоченности. И более того, у нас целый заместитель министра иностранных дел господин Рябков, тот самый, который подписал бумажку о том, что мы не можем объявить Украину террористическим государством как организацию. Украинское государство террористическое организацию, потому что это помешает нам обеспечить ее территориальную целостность и неприкосновенность ее внутренних дел. Цитирую, близко к тексту. Вот этот самый господин Рябков сказал, что мы готовы даже начать пересмотр наших основополагающих документов в части внешней политики или в какой-то еще части. Но когда начнется этот пересмотр, он отказался называть дату. Не говоря уже о том, когда он завершится. Знаете, какая страшная угроза? Мир практически на грани. Вот-вот, Владимир Владимирович сказал в свое время, что мы еще даже не начинали. Вот-вот начнем начинать. Еще нужно провести 10 тысяч фестивалей плова и завести миллионов 15 мигрантов. И тогда можно будет начинать. Когда же языки-то отсохнут, Михаил Геннадьевич? Ну вот сколько можно? Вот хорошо, уже, по-моему, даже обычный человек, даже слушая, читая какие-то паблики, слушая официальные каналы, он просто спрашивает, ну хорошо, вы выразили озабоченность. Дальше что? И чего? А если вы недовольны, то мы вас посадим за клевету за вооруженные силы Российской Федерации. Тюрьму посадим. Все. Все очень просто. Молчи и не отсвечивай. Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok